В Тюмени состоялась пресс-конференция губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Большое внимание он уделил инфраструктурным проектам. Речь идет о реконструкции аэропорта Рощина в Тюмени, который может рассматриваться как базовый для авиакомпании Ямал. О строительстве дороги над им Салихард и моста через Обь. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что мост через Обь – важная составляющая северного широтного хода. Его нельзя строить десятилетия, нужно возвести за 3-4 года. Тогда проект окупаем. Субъект со своей стороны будет помогать. Нефтегазовые компании тоже включатся. На пресс-конференции глава арктического региона ответил на самые разные вопросы журналистов. От восполнения биоресурсов северных рек до реализации программы сотрудничества. В частности, прозвучал вопрос, касающийся переселения ветеранов Ямала в Тюменскую область. Не говорю, что она прекращается, она останавливается. Или мы тысячу людей переселяем, или мы 200 человек переселяем. Раньше мы переселяли от 100 до 200 человек в год. Это была очень многолетняя тенденция. И это считалось нормально. Мы в последние 6 лет здорово сдвинули эту очередь. И большое количество, более 5000 человек переселили. У нас были возможности. «Газпром» здорово помог нам в переселении наших ветеранов. На сегодняшний день не у всех компаний ситуация, когда не могут дополнительные какие-то бонусы давать, прибыли, выделять денежные средства. По мере возможности договариваемся, смотрим. Все эти коридоры открыты. Рано или поздно эти программы будут реанимированы. И будем выходить на этот же рейдан по такому же количеству, как раньше переселяли. Будем стараться переселить. Губернатор Ямала назвал драйвером экономики северного региона и Тюменской области проект Ямал-СПГ. Дмитрий Кобылкин отметил, что останавливать его нельзя независимо от экономических условий. Стройку Ямал-СПГ губернатор назвал большим производственным муравейником, на котором трудится 12 тысяч человек одновременно. Поэтому дисциплина там железная. Также он добавил, что стройка нуждается в первую очередь в рабочих руках. Запуск первой очереди намечен уже на 2017 год, пишет пресс-служба губернатора.